Друзья, всем большущий привет! Совсем недавно я публиковал видео на тему, как отремонтировать москитную сетку. К этому видео я увидел кучу комментариев с просьбой сделать ролик на тему, а как же сделать именно новую сетку по своим размерам, своими руками, потому что при заказе фирмы цена не обоснованно велика. Итак, первым делом открываем окно и замеряем световой просвет. Это нужно для того, чтобы знать, сколько материала понадобится. Затем отправляемся в хозяйственный магазин и покупаем необходимые комплектующие. Можно их купить во всем известном строительном супермаркете, но цена там будет на порядок выше, но тем не менее это будет дешевле в два раза, чем заказывать у оконщиков. Итак, нам понадобится алюминиевый профиль для москитных сеток, а также профиль прибоугольного сечения для импоста или перемычки. Затем сама сетка, необходимое количество шнура, соединительные пластиковые уголки, пара вот таких вот фиксаторов. Первым делом нарезаем профиль с учетом того, чтобы будущая рамка была по высоте и ширине больше светового просвета на 5 см. Резать можно как болгаркой, так и ножовкой по металлу. Теперь отрезаю перемычку. Итак, все нарезано, теперь вставляю фиксаторы в прямоугольный профиль. Друзья, мы с женой уже долгое время на Валбери заказываем вот такой вот кислородный очиститель Брэнд Фри. Он предназначен для выведения пятен практически с любых поверхностей. Одежда, ковров и обивки мебели, для уборки ванной комнаты, чистки посуды. Очиститель борется даже с плесенью. Само средство выполнено в виде гранул. Использовать очиститель очень просто. В емкость насыпаю 2 столовые ложки средства и заливаю горячей водой примерно 90 градусов. Средство моментально начинает работать и его уже можно использовать. Главный плюс этого средства это то, что это кислородный очиститель не содержит хлора. Давайте попробуем отстирать вот такие вот грязные белые носки. Всем известно, что это очень сложно. Погружаем носки в раствор и оставляем примерно на 1 час. Брендфри отлично справляется с чисткой ювелирных изделий. Насыпаем средство в стакан, наливаем горячую воду и погружаем в наше изделие примерно на 30 минут. Реакция идет очень бурно и через несколько минут уже видно хлопья грязи на пенной шапке. Если засорилась раковина, кислородный очиститель тоже выручит. Насыпаем в слив пару ложек и заливаем горячей водой. Ждем полчаса и промываем водой из-под крана. Средство подходит для очистки посудомоечных машин. Засыпаем его в отсек для таблеток и запускаем машинку в режиме, в котором используется максимально горячая вода. Друзья, и так прошел час и пора наши носки отправить в стиралку с другими вещами. Стираем все как обычно. И вот такой вот результат получился. Согласитесь, это же круто. Друзья, вот такой очиститель можно приобрести на Валберес или Озон. Цена вас очень приятно удивит. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Далее переходим к сборке самой рамки. Тут все просто. Соединяем профиль при помощи уголков. Теперь отмечаю середину полученной рамки и фиксирую им пост. Далее я готовлю шнур и сетку. Сетку раскладываю с припуском по краям. Теперь фиксирую ее при помощи шнура, просто утапливая шнур в паз. Дойдя до перемычки я устанавливаю ручки. Устанавливаются они очень просто. Вставляю в паз и фиксирую шнуром. Сетку раскладываю с припуском по краям. Теперь лишь остается срезать все лишнее. Мой совет, не срезайте сетку заподлицо с рамкой. Оставляйте примерно 1 сантиметр. Этот сантиметр закроет щель в случае неплотного прилегания сетки к грамме окна. Ну вот и все, 15 минут и новая сетка готова. Себестоимость 350 рублей. В моем городе за аналогичную беру 1100, а за балконную дверь 2100. Выгода налицо, особенно если нужно сделать 3-4 сетки. Друзья, а сколько стоит сетка на стандартное окно в вашем городе? Поделите свое мнение в комментариях. Поддержите лайком, если вам понравился выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.